Арчена Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Махараджа Александр и моя драгоценная жена Арчена. Здравствуйте! Арчена – это ясновидящая из Индии. Арчена – это человек, который путем глубоких медитаций получает для нас божественные послания на самые важные вопросы, волнующие нас в современности и делится этими посланиями с нами. Знаменитая индийская провидица Арчена. Она ясно видит, что нас ждет. Сегодня мы поговорим на очень важную тему – на тему возможной мобилизации в России. Причем мобилизация не только в нынешнем году, но и в следующем, и в последующих. То есть тема эта чрезвычайно болезненная и острая. Хочу вначале сказать, что мы часто получаем письма от наших зрителей о том, что они действительно наслаждаются именно нашим каналом, среди всех других, выделяя наш особенный канал и отмечая, что мы всегда говорим глубоко, говорим по делу. Но это неудивительно. Если наши зрители по-прежнему не знают, то я профессиональный журналист. Я в прошлом трижды назывался лучшим журналистом России в сфере бизнеса и экономики. Вот под этим видео вы можете увидеть ссылки на те призы и на те звания, которые я получал еще в 2006-2007 году. Поэтому подход у меня к делу абсолютно профессиональный, абсолютно журналистский. А Арчена – это действительно очень мощное, современное, ясновидище, которое также дает очень глубокий и ясный ответ. Этим мы отличаемся, так сказать, от всех других каналов. Я пробовал смотреть какие-то другие каналы о предсказаниях, но вы знаете, действительно, уши вянут, просто в трубочку сворачиваются, думаешь, о чем говорят люди, вот сидят час о чем-то, перемалывают. Вот, нет, мы говорим действительно на самые важные проблемы в современности и даем вам четкие, ясные, глубокие послания. Такие послания мы вам дадим сегодня и по теме мобилизации. Я обращаюсь ко всем заказчикам и заказчицам Арчены. Сейчас мы работаем с вами, очень активно работаем, очередь движется, но надо еще немного подождать. Я очень счастлива, что вы с нами в этом путешествии. Я очень счастлива, что вы с нами в этом путешествии. И я действительно обращаюсь от всей вашей экспрессии, которую вы живете на этом канале. И это дает нам инспирацию, чтобы дать вам еще более другое другое. И все эти каналы, которые я делаю, перед этим видео, это очень долго. Я очень счастлива читать все ваши отклики. Они меня радуют, потому что действительно, ведь подготовка к каждому видео, это огромный процесс и огромная работа для того, чтобы создать для вас каждое наше видео. И я очень-очень счастлива и благодарна вам, что вы оставляете ваши комментарии, что вы делитесь с нами своей теплотой, даете нам как бы обратную связь. И я знаю, что наши постоянные зрители – это воины света, так можно образно сказать. Это люди, которые ищут правду, ищут Бога, ищут справедливость. Дорогие друзья, я напомню, что подписываться на канал надо сразу, лайкать сразу, что-то писать в комментариях, делиться этим видео в социальных сетях, обязательно досматривать это видео до конца, потому что только эти видео YouTube распространяет в мир, и вы становитесь вместе с нами распространителями добра. Все мы видим, что на фронтах дела движутся очень-очень трудно и очень-очень медленно. То есть, проходит уже на сегодняшний день уже больше двух с половиной лет с того момента, как идет эта война. А между тем, не занят даже Донбасс. Украинские войска находятся на территории Курской области. Есть ощущение, что обе стороны очень истощены и очень устали. И в то же время пропаганда с обеих сторон работает так, что побеждает наша сторона. Если послушать российских журналистов, то все время ощущение, что вот-вот-вот сейчас и додавят Украину. Если же вы слышали бы то, что говорят там украинцам, то вы бы услышали, что российские солдаты уже погибли миллионами, и что Украина вот-вот, значит, так сказать, сокрушит российскую армию. Между тем, ситуация действительно выглядит, ну, если не совсем тупиковой, то уж очень близко к этому слову. Конечно, российская армия постепенно, постепенно, село за селом там освобождает Донбасс. В то же время часть Курской области на данный момент потеряна. И с обеих сторон уже какое-то просто немереное количество жертв. Причем официально нету никаких цифр, потому что и с российской стороны это является военной тайной, и с украинской стороны это является военной тайной. Мы можем только ориентироваться на какие-то фразы военных экспертов, в том числе там западных экспертов. И цифры, ну, вот, которые озвучил, например, Дональд Трамп, это о том, что на этой войне погибли уже миллионы, ну, или, по крайней мере, миллион. Никто не говорит, с какой стороны сколько, но цифры о том, что с украинской стороны в общей сложности так называемые безвозвратные потери уже где-то около полумиллиона, они часто произносились. И вроде бы постоянно мы слышим слова, что все, Украина истощена, что вот она вот-вот рухнет. Но не будем забывать о том, что за Украиной находятся 32 страны НАТО, которые поставляют и будут поставлять вооружение. И новый генсек, который, кстати говоря, намного хуже предыдущего. Вот многие там не любили Йонса Столтенберга, а сейчас, когда пришел этот Марк Рютте, ясно, что он просто ярый русофоб. И его приоритет номер один, он, как сказал НАТО, приоритет НАТО – это помощь Украине. Это то, чтобы Украина выиграла в этой войне. Это значит, что все эти 32 страны НАТО будут поставлять, поставлять и поставлять вооружение. То есть без оружия Украина не останется. А останется ли она без солдат? Приходилось слышать оценки о том, что в Украине можно собрать до 5 миллионов мужчин, которые могут воевать. Но давайте предположим, что 500 тысяч из них уже выбыло. Значит, осталось 4,5 миллиона в общей сложности. Многих еще даже не коснулось это все. У них даже до сих пор с 18 до 25 лет вот этот вот слой молодежи даже не призывается. То есть ресурсы еще огромные. Если вы вспомните Вторую мировую войну, то Германия проиграла только после того, как было физически уничтожено практически все мужское население, когда остались только дети-инвалиды. То есть до этой стадии Украина еще далеко. Вооружение у них будет. Значит, сколько еще понадобится лет или даже десятилетий для того, чтобы перемолоть. Ну, у России объективно ресурсов больше. Это понятно. То есть если украинцы этого не понимают, то на каждого украинца приходится 4 русских. Значит, вот если на войне они выбывают примерно поровну, то все равно украинцы закончатся раньше. Но уйти-то на это, если прошло 2,5 года, за эти 2,5 года погибло 500 тысяч, допустим, украинцев, то еще понадобится, значит, 25 лет, чтобы погибли остальные. И россиянам, соответственно, понадобится еще очень-очень много-много-много людей, мужчин для того, чтобы сгореть в этой топке войны ради победы. Поэтому вероятность мобилизации с точки зрения логики очевидна. Но в то же время мы знаем, что российские власти постоянно подчеркивают, что набирают достаточное количество контрактников, что у них достаточное количество людей, и мобилизация больше не понадобится. Что она была один раз. Вот тогда собрали 300 тысяч человек, отправили их на фронт. Кстати, у них нет перспектив вернуться до окончания этого всего. И что новых брать не будут. А логика подсказывает, что будут. Так вот, как же будут или не будут? Об этом мы должны поговорить сегодня с Арченой. Предсказания знаменитой проведицы Арчены о будущем России и мира сбылись все до одного. Итак, Арчена. There is so much rumors going on that very soon in Russia will happen new mobilization and it's inevitable. What do you see about this year 2024 and next year 2025? Do you see that mobilization will happen? First of all, all these rumors, which are happening right now, it's all based upon what they see from their physical eyes, from their 3D perspective. Все эти слухи, которые сейчас распространяются, это все от материальных таких взглядов на мир, очень приземленных она имела в виду. And they analyze based upon the things that are happening, which they see. То есть аналитика базируется только на тех вещах, которые видимы, которые понятны этим аналитикам. So, what is really happening here is not, you see, all events, including with Russia and Ukraine, with the United States, with Iran, with Israel, all events has already happened in the invisible world, in the spiritual world. And what we will be seeing here, what, I mean, the people who witness here, all these are all just the effects, these are all just the reflection of what has already happened in the higher spiritual plane. И то, что мы будем наблюдать сейчас в материальном мире, это будет лишь отражение того, что на духовном мире уже произошло. So, in regarding to this situation, if mobilization is going to take place in 2024, I don't see and it's not going to happen in this year 2024. Я просмотрел это на духовном уровне, и я вижу, что в 2024 этого не произойдет. The answer is very clear, no. То есть ответ очень четкий – нет. So, you asked me about 2025. Да, а что по поводу следующего года, 2025? In the year 2025, there will be situation and events which will be escalating, things will be happening. В 2025 году будут происходить многие вещи, которые будут эскалацией этого конфликта. Where the situation seems, I say only seems, it may seem like they are going to mobilize. То есть эта эскалация, она будет все время развивать вот эти слухи, что мобилизация, она неизбежна, что она произойдет. And during this time, there will be some social unrest in Russia, where people will be frightened based upon what they are seeing. But I have a good news. Also in the year 2025, there is, the mobilization is not going to happen. В обществе будет ходить тревожность в 2025 году, тревожность, что вот-вот мобилизация таки случится. Но у меня есть для вас хорошие новости – нет. И в 2025 году мобилизация не случится. Ну хорошо. Тем не менее, эксперты военные говорят о том, что в 2025 году война не закончится. Это они говорят сейчас. Раньше они говорили, что все закончится уже в 2023, там в 2022 и так далее. Арчена уже говорила на видео, на телевидении, говорила о том, что война закончится только в конце 26-го года. Начиная с 24-го года финансирование из других стран, оно будет сокращено. И в 2025 году западные страны их заставят силой вместе с США. Они заставят их начать переговоры с Россией. Это произойдет. Это не значит, что военные действия в этот год закончатся. Это произойдет в 2026 году. Тут еще год потребуется. Конец 2026 года. А то количество солдат, которые есть, которые приходят служить, они постепенно выбиваются. То есть они их убивают, ранение происходит. Где-то же надо брать новых. Вот, допустим, пройдет 25-й, а потом 26-й. Значит, в 26-м, может быть, они понадобятся. Может быть, мобилизация не нужна сейчас. Но солдат, которые в войне уничтожены, 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 уничтожены. Может быть, это произойдет в 2026 году. Это мобилизация. В духовном мире все существует в вечности. И все то, что там уже произошло, все там уже есть. Там можно все это считать. Все эти годы существуют здесь для нас, для нашего материального опыта. Потому что мы не можем, конечно, получать все в один момент. Для нас существует не вечность, а вот эти наши годы. So, for the year... 2026. For this upcoming year, first of all, Spirit wants everyone of you who has any kind of doubts or who has any kind of fear on the back of your mind, Spirit wants you to let go of the fear. Божественно хочет, чтобы прежде всего вы избавлялись от этих ненужных слухов и страхов. And the situation, what will be unfolding, this will be unfolding only for the better. А ситуации, которые будут происходить, они только к лучшему будут происходить. But for the ego mind, for the lower mind, it looks like this is a very chaotic situation, but things are not as they appear. Для умов будет казаться, что вроде бы все складывается страшно, но ситуация не такова, каковой кажется. And there will be certain situations and circumstances will be presented to make this issue in a more resolving way to bring peace into the situation. This opportunity, it will be presented. Но произойдут события, которые удивят даже многих экспертов, потому что все в результате сложится наилучшим образом и все организуется. So, whoever is fearing that they, you know, son or brother or father who might enter into the war, the spirit message, especially for the ones who are watching this channel, the message is that you and your loved ones, they will be safe and they are safe. И для тех, чьи близкие там, для тех, кто волнуется об этих близких, мое послание состоит в том, что ваши близкие вернутся, они будут живы, все будет хорошо. And I also see that we are on the path of recovery. Things are going to get recovered. Мы видим, что все постепенно восстановится и мир постепенно вернется. We are on the path of healing. Мы находимся в процессе уже исцеления. So, thinking about the fearful things, what might wrong can happen, this is not going to be helpful. И, то есть, думать о том, что просчитывать в голове все самые негативные сценарии, это точно никому никак не поможет, и это неправильный путь. So, even though circumstances can show to you, it is, the mobilization can happen, but that is why I always say, do not be fooled by the circumstances, by the situation, what it is showing to you. Даже если будет казаться, что вот она, мобилизация уже неизбежна, все равно не поддавайтесь этому, этого не будет. Предсказания знаменитой провидицы Арчены о будущем России и мира сбылись все до одного. Ну, допустим, этого не будет ни в 24-м, ни в 25-м, ни в 26-м году. Но ведь что сейчас вырисовывается вообще в мировой политике, в мировой ситуации? Вырисовывается то, что, во-первых, я не верю в то, что Украина сдастся. Ну, просто не верю в это и все, потому что украинцы – это самые большие дрочуны, которые есть на свете. Для них драка – это просто родная стихия, вот, чубы друг другу, так сказать, драть. И сдаваться они не любят. Ну, у них, в принципе, отсутствует понятие сдаваться. Поэтому они будут драться до конца. До печального конца, потому что, в конце концов, их всех истребят. Вот с чем все закончится для Украины. Вот, и просто жалко очень, конечно. Но что дальше? Что дальше? Я помню о том, что еще бывший, значит, секретарь Совбезовичу в те далекие времена Сергей Иванов, отвечая на вопрос, как Россия относится, значит, собирается ли Россия воевать с НАТО, еще тогда ухмелялся и говорил, ну что вы, дорогие мои, ну куда нам воевать с НАТО? Это было там где-то 2010 год. Совокупные армии НАТО и их, значит, технические, их арсеналы в 10 раз больше арсеналов России. Как может Россия воевать с НАТО? Никто не собирается воевать с НАТО. Это он говорил тогда. А сейчас новый генсек НАТО, Марк Рюта, говорит, что их цель поддержка Украины до победного конца, это значит, что они, ну как мы уже наблюдаем, они втягиваются в это шаг за шагом, не сразу, а разрешают то одно, то другое, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и не видно этому конца. То есть есть все основания полагать, что дальнейшие десятилетия у нас будут десятилетиями бесконечных войн. И если даже сейчас война, значит, не потребует мобилизации, то что дальше? То что дальше? Где этот предел жизни, который должен быть отдан этим войнам? Когда это остановится, и будут ли эти мобилизации дальше? То есть будет ли Россия дальше жить в атмосфере постоянных войн, или это закончится скоро? Вот это самый главный вопрос. Сейчас ситуация идет, что это выглядит, что НАТО не будет дать, Украина будет не дать, Россия будет не дать. То есть это выглядит, что эта война может быть много, много, много лет, много, много, много лет. То есть это значит, что Россия будет жить все время в войне, и если это не мобилизация сейчас, но это случается через 5 лет, через 10 лет, то это будет уничтожить, и уничтожить, и уничтожить лифы, или это будет остановиться? Что вы видите об этом? Россия будет жить в письме в следующей эре, или Россия будет жить в нон-стопной войне в следующей эре? То, что я вижу, не будет какой-то грандиозной войны, подобной мировой, с участием России. Если смотреть на перспективу следующего десятилетия, то совершенно точно будет заключен мирный договор, все будет прекращено. Когда я говорю о том, что будет заключен мирный договор, это не означает, что установится крепкий, прочный, надежный мир, и не будет больше никаких конфликтов. Я вижу, что следующее десятилетие будет десятилетием испытаний для России. То есть я вижу, что в следующие десятилетия Россию ждут некоторые события, такого, скажем, подобные молнии, грому, когда произойдут какие-то радикальные перемены, радикальные удары, которые сейчас не ожидаются обществом. Да, но эта ситуация, как я уже видел, как льда, потому что эта ситуация уже случилась. Эта ситуация подобна будет молнией, такая яркая вспышка, которую никто не ожидает, но она уже произошла на духовном уровне. Это вызовет панику, возможно, у многих людей, но это не та трагедия планетарная, которая ведет к развалу страны. В следующие 10 лет последует много ограничений. И это кажется, что все были стабильны. И некий застой в развитии страны также будет наблюдаться. Внешне это будет выглядеть именно как застой, но внутри будут происходить процессы, которые будут подготавливать почву к новому росту, к новому прорыву. И в следующем году, в следующем 10 лет, особенно в геополитической ситуации, много радикальных изменений, которые происходят и которые происходят. И в следующем десятилетии будет очень много событий в мировой политике, которые будут радикально менять очень многое в мире и вообще изменят миропорядок. И многие страны, которые сейчас формально считаются партнерами, будут расходиться, отношения между ними будут портиться. И наоборот, те страны, которые сейчас являются врагами, потом вдруг будут снова сближаться. И глобально огромная энергия дисбаланса в мире. И эти уроки для людей, они будут продолжаться до тех пор, пока они будут продолжаться. Пока люди поймут эти уроки и выучат их. До этого момента весь этот хаос и эти конфликты, они не закончатся. So the more they will be resisting the upcoming change, the more difficult it's going to be. И ситуация будет усложняться, обостряться и осложняться. And also the simple ignorance, the ignoring of the fact that they simply cannot run the world in the same paradigm, in the same energy that they have been running until now. This cycle has come to an end and it's come to an inevitable end. И лидеры мировые должны понять, что старые парадигмы больше не работают, что нужно учиться управлять миром по-новому. So they might think that if they introduce certain new rules, you know, whatever the regulations, if they introduce things are going to work out and things will be more balanced. That is not the case. And particularly for Russia, it looks like it's a never-ending battle, but I see that Russia, she will be merging after where it's like a hard-won battle. Да, для России все будет выглядеть очень сложно, как какое-то непрекращающееся сражение, но на самом деле для России это будет как одно большое сражение, в котором оно в итоге выиграет. Хорошо, а может быть будет какое-то специальное тогда божественное послание для России. Maybe there will be some divine message special for Russia. Yes, absolutely. The message that I have received is that energy, energy healing work is going to help in the situation. Божественное послание будет в том, что произойдет энергетическое исцеление на энергетическом уровне для России. And the guidance is also to be focused on the prayer, especially the prayer what you desire. И для людей будет напутствие молиться и специально молиться для реализации ваших желаний. Поскольку если вы волнуетесь, переживаете, то это тоже своего рода молитва. То есть, чем больше вы волнуетесь, переживаете, то есть жизнь вам просто предоставит еще тогда больше шансов волноваться и переживать. So that is not the path of light. Но это не та сторона, где свет. Вот все эти переживания, волнения, это не та сторона, правда, вы же не чувствуете себя комфортно и хорошо в волнениях и переживаниях. Свет – это совсем другое. And you, you came here on the planet Earth during this current timeline. You came to a planet, knowing that all of these events were about to happen. И когда ваша душа готовилась к приходу на эту землю, она уже знала, с какими испытаниями ей придется столкнуться. You are not just a coincidence that you are just here. Это не случайно, что вы сейчас здесь, в эту эпоху, на этой земле. So the Spirit wants you to let go of the fear, because you are ready to face whatever comes on your path. А Божественное хочет, чтобы вы оставили все эти страхи, тревоги и реализовались вашим Божественным предназначением. Вы намного сильнее, чем даже можете представить. На смену всей этой тревожной ситуации придет наилучшее решение для этой всей ситуации. Ну что ж, давайте поблагодарим Арчену за это важнейшее послание. Спасибо, Арчену. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, поставьте ваш лайк, напишите в комментариях все, что вы думаете об этом. И поделитесь этим видео в социальных сетях. До новых встреч на наших видео. Субтитры сделал DimaTorzok